На текущий момент ситуация на внутреннем валютном рынке нашей страны обусловлена прежде всего состоянием валютных рынков стран основных торговых партнеров. В последние месяцы в Кыргызстане сформировался повышенный спрос на наличную иностранную валюту, связанный с прекращением поставок в Россию наличных долларов и евро центральными банками США и стран еврозоны. Из-за этого нехватка иностранной валюты наблюдается и на рынках других стран. На сегодня общий объем долларов США в банковской системе начинает демонстрировать тенденцию к росту. Дефицита безналичных долларов США на валютном рынке нашей страны нет. Коммерческие банки готовы удовлетворить любой объем спроса на безналичные доллары США. При этом спрос на наличный доллар США в большей степени предъявляется субъектами теневой экономики, которые во избежание отражения реальных доходов используют наличные расчеты. Таким образом, учитывая доступность, безопасность и открытость безналичного способа расчетов, мы рекомендуем использовать именно его. Сложившейся ситуацией воспользовались некоторые представители обменных бюро с целью получения спекулятивной прибыли, возникающей вследствие различия стоимости наличного и безналичного доллара на валютных рынках стран. В целях предотвращения валютных спекуляций и сговора между банками и обменными бюро ограничены обмены операций коммерческих банков с обменными бюро в пределах суммы их оборонных средств. В совокупности предпринятые меры позволили сдержать отток наличных долларов США с целью реализации спекулятивной прибыли за счет разницы в стоимости наличного и безналичного доллара США на валютных рынках стран торговых партнеров. НБКР предпринимает меры для минимизации негативных последствий на валютном рынке. Установлен запрет на вывоз наличных долларов за пределы страны коммерческими банками, обменными бюро и микрофинансовыми организациями. То, что наши граждане денежные средства отправляют через систему денежных переводов, такие как «Золотая корона», «Вестерн Юнион», они признаются как наличные переводы. Соответственно, обмен этих средств, поступающих по системам денежных переводов, должен осуществляться по табло, как наличный курс. А все, что касается безналичных долларов, там коммерческие банки устанавливают безналичный обмен, коммерческие банки устанавливают соответствующие курсы на безналичные валюты. То есть, если вы со своего счета покупаете безналичные доллары США, у вас будет соответствующий курс, указанный в вашем iBank. Если вы доллары продаете, то это может быть, потому что вы продаете безналичные доллары. Выдача денежных средств, поступивших в Кыргызстан по международным системам денежных переводов, производится только в валюте страны-отправителя, либо в национальной валюте СОМ. При этом денежные средства, поступившие по международным системам денежных переводов, должны конвертироваться банком по курсу, установленному для обмена наличной валюты, независимо от того, выдается в наличной форме или зачисляется на банковский счет, банковскую платежную карту, либо же электронный кошелек, имитированный банком нашей страны, отметили представители НБКР.